Аэропорт Лукла, куда мы сейчас прилетели Только что еще один самолет улетел Она под наклоном, она коротенькая, 500 чем-то метров Считается одним из самых опасных аэропортов Ну тьфу-тьфу-тьфу, мы долетели хорошо Поселение называется Лукла, дальше аэропортов практически нет Дальше только пешком к Эвересту или другим маршрутом Гукла, привет! Привет, давай аккуратненько тормозием Тормозием Пу-пу-пу Гукла, привет Давай аккуратненько тормозием Тормозием Пу-пу-пу Аэропорт Лукла Аэропорт Лукла Это был с вами экстремальный Не успели мы выйти с аэропорта Тут же нас подхватил портер Сказал, хочу за 20 баксов нести ваши рюкзаки Градусов ощущаю 8-10, не больше 17 ноября сегодня, погода стоит чудесная Я ноябрь выбираю второй раз в Гималаях Поскольку знаю, что это очень солнечный, не дождливый и с ясным небом месяц Таких немного в году Наш портер за 20 баксов в день Если он окажется хорошим портером, дадим им бакшиш Если плохим, заберем сумки и ничего не дадим Такие правила? Один рюкзачок маленький принесет Андрюха У меня такая маленькая сумочка И в общем Как-то два рюкзака он должен объединить Как он их принесет, я не знаю Хотя они не очень тяжелые Тут килограмм, может, 26 максимум Пупсик Мы начинаем наш трек в Лукле Попили чаю, кто-то выкурил даже сигаретку Негодяев Перед выходом из Луклы По треку Андрюша решил покрутить молитвы Какие замечательные создания Мы наконец входим на нашу треку Это вот такие официальные ворота Лукла заканчивается Допак и ререст начинается Самый лучший трекинг в Непале Цветут цветы, а сверху снег Класс Видите, вверху розовый монастырь есть Как наш Черногорский острог Андрюха решил замерить наши две сумки Еще рюкзачок самого Портера Ну, вообще это, конечно Нелегко? Тяжеловато Не хочешь за 20 долларов в день подработать? Заячка, спину надорвешь 20-тонную яхту, мне кажется, швартовать легче, да? Это мы еще чая в термос не налили В первый день я еще улыбаюсь Первый день я еще улыбаюсь Большую часть времени мы спускались Ну, а вообще, в целом, конечно, райское место Совершенно невероятное Это пока не холодно окажется райским А что будет потом? Вот такие грузы носят маленькие люди, живущие здесь Груз, наверное, в два раза тяжелее его самого Попили масалати Андрюшка, тебе нравится? Чай со специями И тут, смотрите, раз из облачков Красивая гора в снегу показалась Мы вот шли из Лука два часа На самом деле чуть-чуть больше Уже шесть километров прошли Мы идем ночевать в этот Пхакдинг Еще один час А в Намче мы пойдем завтра уже В Намче базар Где будем жить два дня Наш трек вот отсюда Начинается идет вот в эту сторону Идет вот сюда вот Шли-шли и тут хоп Такая туристическая остановочка Ресторанчик Все, кто идет с нами Представляете, на этой высоте две шестьсот ростел пшеницы Люди пытаются что-то выращивать Смотри, лучок и свекла есть Это почти борщ Осталось капусту и картошку найти И снежного человека, как говорится Надо же на ком-то делать борщ, да, Андрюш? Да, да Вот такой вот у нас волшебный трек Начался наш второй день Мы вышли в 8 утра Мы вышли в 8 утра Как говорит наш шерп Эти нам в 6, ну максимум в 7 часов до Намче базара Солнышко еще где-то скрывается за горами Во второй день До Ночи базара много ступенек Причем разных и вот таких тоже Уплакия Входим в национальный парк Эверест по-нашему, по-непальски Сагар-Матха называется эта гора. Ещё её называют Джамалунгма. Образована в 1976 году. Вход сюда 3000 рупий местных, это где-то 23 евро. Ещё 2000 рупий ты платишь за другую какую-то бумажку. Короче, сборы есть. Давай, Лизгинка! Обед на реке. Смотрите, какой мостик. Там речка шумит. Тут лес сосновый. А это картошечка с яйцом, сыром и овощами. Вкусно? Нет. Эти знаменитые два моста показывают в начале фильма Эверест. Вообще, этот трекинговый путь там показывают за несколько секунд. А на самом деле должен идти дней 8. Альпинист к базовому лагерю. Так что рассмотрите. В начале фильма обязательно увидеть этот кадр. Наш путь в Номчай базар. Место, где цивилизация недалеко от Эвереста. Андрюх, ну как тебе? Знаменитый мост, который в фильме Эверест показывали. Смотри, 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 оставил по дороге. Смотри, смотри, оставил по дороге. Вот уже 3000 метров на уровне моря. Были листочки. Эти стволы, конечно, не очень приятны к таким моменту. Очень красиво. Вот это я по нему по-наролю. Вот это я по-нему по-наролю. Ночий базар. 6.30 утра. Лис. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok